И снова здравствуйте, дорогие зрители! Я Гроссмейстер Сергей Шипов, комментирую для вас третью партию матча на первенство мира. Я ее прожил в прямом эфире все 7 часов в сегодняшнем ночном онлайне вместе с участниками, затем комментировал на телеканале Матч ТВ, и вот на сладенькое комментирую ее на YouTube-канале Крестбук. Итак, дорогие друзья, это была эпохальная, такая титаническая битва, в которой действительно соперники проявили себя с лучшей стороны. Ну а что произошло непосредственно на доске, вы сейчас увидите, я вам покажу ее от начала и до конца. Итак, Карлсон играл белыми фигурами и неожиданно сыграл Е2-Е4. В общем-то, большинство специалистов ждали от него закрытых начал, но Карлсон, он такой всесторонний шахматист, умеет подавать с любой руки. Ну вот, любопытно было видеть, что берлинский вариант случился в этом матче именно при такой посадке игроков. Я, честно говоря, был почти уверен, что Корякин будет эту позицию играть белыми, а Карлсон черными, но вышло все наоборот. Итак, соперники вроде бы сделали заявку на берлинский Эншпиль, но Магнус не сыграл Д2-Д4, как, собственно, ну вот это продолжение уже как раз привело бы к тому самому окончанию, которое все очень хорошо знают и поминают недобрыми словами. Но последовал ладья Е1, в принципе, вот здесь эти размены в центре ведут к практически полному уравнению, но, конечно, есть небольшой нюанс. У черных конь пока стоит на Д6, и пока, ну, черные его как-то не увели, и пешку Д не отправили в бой, говорить об уравнении несколько рановато. Ну, вот здесь, конечно, многих удивил ход ладья Е2. В принципе, он может быть полезен для того, чтобы бороться за вертикаль Е, но там, условно говоря, Ферс на Е1 пойдет, а Слон, допустим, после Ж3 уйдет на Ж2. Но здесь есть еще один тонкий нюанс. Разумеется, здесь, возможно, ход КНФ5, я думаю, нормальный, но Сергей Корякин после некоторого раздумья сыграл Б6. И здесь белые вообще, как будто бы вопреки всем правилам, сделали еще один ход ладья Е1. То есть не допустили выпад черного слона на А6, после чего, конечно, произошел бы размен, а потратили еще один темп. И, вы знаете, в вариантах выяснилось, что вот этот ход Б6, который оказался дополнительным, добавочным для черных, в некоторых вариантах оказывается им не очень-то выгоден. Здесь у Косымжанова с Мелкумяном был испробован ход КНБ7, но ясно, что там что-то заготовил чемпион мира. Сергей поступил, в принципе, здраво и грамотно. Он сыграл ладья Е8, формальный ход это новинка. Ну вот посмотрите, что было дальше. Слоны Ф4, то есть белые всегда угрожают разменам на Д6 и испортить черным пешечную прическу. Размен, размен. И вот здесь уже выяснилось, что включение Б6 действительно не очень-то удачное с той точки зрения, что при пешке на Б7 взятие на Д4 было бы возможным. Ну а здесь есть такая понятная идея, что, например, в случае размен на Д6, ферзь Е4. И вот у нас двойной удар на слона и на ладью. Причем вот в этом варианте, вот в этом варианте, так, сейчас, минуточку, где у нас ферзь стоит? Да, взяли, взяли сюда. Ну и здесь как минимум ферзь бьет А7, есть ход. Хотя, на самом деле, еще лучше слона А6, да, и черная оказывается без фигуры. В общем, эти варианты все я рассматривал в прямом эфире, и здесь достаточно простая тактика, так что соперники быстро в ней разобрались. И Сергей здесь не стал прислушиваться компьютерной рекомендации, ферзь Ф8 компьютер предлагал и сыграл ферзь Е7. Хотя, вот на самом деле, если посмотреть в будущее, наверное, Магнус очень обрадовался. Вообще, я понял, что его стратегия в этом матче просто разменять ферзей и, что называется, катать чуть лучше окончания. Здесь окончание, кстати, довольно быстро стало равным. И, в общем-то, даже многим показалось, что это будет очередная пресная ничья. Конь цветы слон Б7, конечно, лошадку на Д5 пускать не надо. Взяли, взяли. Набег крайней пешки тоже ничего не дает, потому что черные спокойно играют А6. И, в общем, до поры до времени казалось, что ситуация, ну, близка к полному уравнению. Ход Ж5 кого-то удивил. А я, кстати говоря, не вижу ничего удивительного. В окончании черные могут себе позволить определенную активность. Потом пешки Ф5 могут пойти и Аш5. Вот размен на Д6. И теперь после ухода слон Ж2. Конечно, здесь сохранить двух слонов, наверное, не очень хорошо. Потому что в случае С7, С6, там потом этот слон в Б7 век не выберется. Я думаю, что Сергей сыграл грамотно. Ну, здесь, наверное, еще точнее было вместо хода Ф5 просто ладья Е8. Захватить вертикаль. И мне кажется, что ничья была, ну, совсем близко. Он сыграл Ф5. Конь Д5. Здесь конь стремится на Ф6. Король Ф7. Ну, и вот начались какие-то мелкие приставашки. Белые атакуют пешку Ф5. Король Ф6. И конь С4. Вот не факт, не факт, что размен на Д6 угрожал всерьез. Не исключено, что и в ладейном окончании здесь все было нормально. Но Сергей на всякий случай сыграл слон Ф8. Ладья Е1. Но здесь во всяком случае у белых появилось какое-никакое преимущество, связанное с тем, что они поставили ладью на открытую вертикаль. Но черная ладья пока пассивна. Вы знаете, некоторые нюансы, которые здесь есть, я, пожалуй, опущу. Ну, ход Ф4, кстати, очень хороший, сильный. То есть белые борются за пространство и фиксируют, все-таки фиксируют. Это слабость на Ф5. Размен, размен. Ну, Б5, в принципе, тоже можно сказать, что все было здесь хорошо, нормально. Здесь, наверное, самое точное было просто сразу поставить слонам Д6. Дело в том, что конь Д5 совершенно бесплодный шаг. Ну, просто увели короля на Ф7. И ничегошеньки у белых нет. Даже не обязательно было ставить пешку на С6. Но бог с ним. На самом деле, вот этих моментов, когда Корякин мог сыграть прочнее, надежнее, ну, как-то попрактичнее. На самом деле, большое количество черных, все-таки большой запас прочности. Но вот самые главные события начались вот в этот момент, дорогие друзья. 30-й ход белых. Ладья идет через G1 на G5. И вот здесь, собственно, Сергей стал допускать неточности. Но для начала я отмечу, что в случае хода H6, в общем-то, у белых появлялся достаточно толковый план. Задвинуть пешку на H5 и ладья пойдет на G6. Прикрыть поле G5 можно было путем слона H6. Я так подозреваю, что Сергей, конечно же, ну, наверное, сомневался насчет хода ладья G3. И его наверняка смущал вот этот такой маневр ладьи. Но здесь надо было, конечно, заметить важную тонкость. Надо выманить белую пешку на C3. Сначала играем ладья А4. Вот это очень важный момент. Ну, на ладья H3, король G6. Теперь размены легких фигур. Я имею в виду кони F5, король F5. Взяли на H6. Не страшны, потому что пешка на D4 подвисает. А вот после C3 уже спускаемся на А2. И смотрите, в чем тут разница. Допустим, белые осуществляют свою идею. И затем съедают на H7. И вот здесь черные успевают прицепиться к пешке на C3. И получить весомую контрыгру на ферзевом фланге. Здесь черные действуют... Не могу сказать, что совсем уж первым номером. Но у них не хуже. Вот, скажем так. То есть, слон А6 это был нормальный ход. Но ладья А2 я во время прямого эфира заклеймил как чуть ли не ошибка. Но, может быть, это не так. Вот здесь вот ход C5. Он последовал настолько быстро, что я не успел, собственно, посмотреть позицию внимательно. А анализ показывает, что черные могли просто проигнорировать вот эту идею белых с выдвижением ладьи на G5. Надо было сыграть просто D5. И на ладья G5 мягко, профилактично отойти от королем от шаха. Ну, конем теперь брать на F5 плохо. Пешка на C2 висит. А на взятии ладьей следует слон G7. Ну, и вот здесь такая большая охапка белых пешек. Белых оказывается слабой. В примерных вариантах черные везде получают достаточную контр-игру. Но вот давайте посмотрите. Пока, в общем-то, формально у белых пешка лишняя. Но угрожает разменное E3 взятие на C2. Удержать лишнюю пешку, видимо, здесь не получается. И вот белые пешки вроде бы скачут вперед. Но на самом деле здесь еще неизвестно, кто играет на выигрыш. Потому что черные пешки тоже идут очень быстро. Причем они связаны. А вот ход C5, ну, на самом деле именно этот ход, пожалуй, стоит пометить таким суровым вопросительным знаком. И здесь Сергей, ну, наверное, считал вариант, да, давайте какое-то что-нибудь простецкое. ДС, слон C5. И здесь вот видно, что слон-то очень удачно нанизывает все белые фигуры по диагонали. Так вот, Магнус таким маятником ладьи разрушил всю эту гармонию черных. Сначала напал на слоника. А потом отошел грамотно на G2. Во-первых, не на G1, да, под удар не попадать. И пешку на C2 защитил. Теперь выяснилось, что повторять-то ходы уже невозможно. Король F6, белые берут на C5 и наносят кабане удар на F5. Ну, после чего, конечно же, после хода ладья G5 можно практически сдаваться. Потому что белые берут на C5, у них лишняя пешка и большое позиционное преимущество. Ну, вот Сергею пришлось здесь изображать такую, как будто бы жертву пешки. На самом деле он просто ее проиграл. И здесь белые угрожают ходом король Е4 взять пешку в комфортной ситуации. Пришлось сбросить ее на D3. Ну, и здесь началась такая, знаете, игра уже, где шансы белых на выигрыш были примерно равны шансам черных на ничью. Ну, следующую серию ходов, наверное, пропустим без больших рассуждений. Ладья G5, кстати, отличный перевод. То есть, в черные тылы идет ладья куда-то, значит, за леса, за горы, за реки. Ну, и собирать черные пешки. Хорошо, здесь было много раздумий, много загадочных шахов. Ну, мы их сейчас оставим. Вот здесь контроль оказался пройден. Я думаю, что здесь вместо хода ладья Е5, как играл Магнус, чуть-чуть посильнее ладья Б8 шах. И теперь, если король идет на Ф7, тут неприятность связана в том, что конь идет через Ф3 на Е5 или Ж5. А пешка Д3 оказывается неприкосновенна. А если король Е7, то, соответственно, другой шажок белого коня имеет смысл. Конь на Ф5 идет. Ну, вот такой примерный легенький вариант. Вот он, этот шажок. И потом белые перекручиваются, защищают коня. Ну, и дальше как-то начинают наступать своими пешками. В общем, здесь ситуация неприятная, может быть, даже близко к проигранной. Но Магнус сыграл, как ему кажется, понадежнее. Но здесь вот на самом деле возникли уже серьезные шансы на спасение. Ладья H3, шажок. Значит, это смотрим, смотрим. Ну, тот факт, что белые были вынуждены, в какой-то степени вынуждены вернуть ладью на базу. И, в общем, она занимает пассивную позицию. Это приятный довольно симптом зачерных. Здесь тончайший ход слон Д6, такой немножечко выжидательный, давал черным хорошую игру. Но и слон Ж7 не ошибка. Так что здесь до поряда времени Сергей играл хорошо. Очень важно отбросить этого короля. То есть, ни в коем случае здесь нельзя было брать. Здесь, по-моему, вообще конь Д8 сразу выигрывает. Вот. И теперь, если король Ф8, тогда шажок. Ну, на линию Ж нельзя из-за связки. Ну, и здесь белые постепенно добираются до черного короля. Его просто мотуют. Ладья оказывается вне игры. Так что вот ладья H5, ход опять-таки восклицательный знак. Вообще Сергей сделал много достаточно качественных, точнейших, а иногда и просто единственных ходов. В общем-то, он молодец. Но и Магнус, конечно, нагнетал фантастически. Здорово. H5. Опять-таки, тоже хороший ход. И вот здесь, значит, так, смотрим, смотрим. Ну, вот не знаю, мне ход H4 не очень-то понравился. Все-таки пешка встает на черное, и у белых появляются новые возможности. Скорее всего, надо было ладью просто на С2 уводить и дальше стоять. Стоять и смотреть на поведение белых. Ход H4, наверное, немножко сомнительный. Ну, здесь вместо хода H3 еще у белых была отличная возможность перевести коня на Д7. Вот здесь возникали даже опасности перехода в пешечное окончание. Здесь, наверное, спасение опять-таки проблематично. Ну, Магнус практически поступил, просто зафиксировал черную пешку на черном поле. Достаточно такой по-человечески понятный ход, пусть и не сильнейший, но это совершенно нормальное явление. И вот через несколько ходов возникла интересная ситуация. Здесь, ну, мы все практически, ну, знаю, хватались за сердце, потому что Сергей вот свой 60-й ход делал буквально на последних секундах. Он сидел, долго думал, и мне даже показалось, может быть, он забыл про время. Но он, конечно, не забыл, но действительно это нервная ситуация, обстановка, когда остается буквально 3-4 секунды до падения флажка. Но вот это очень странный момент. Здесь, на самом деле, контроль пройден, надо было все-таки чуть-чуть подумать. И я думаю, что ладья d5 было более правильным решением все-таки поцепляться к этой пешке, если король f4, король g4, тогда снова шажок. Но Сергей сыграл слон g5 почему-то очень быстро. Вообще и 41-е, и 61-е ходы не делаются так быстро. Надо все-таки с какой-то оттяжечкой, знаете, вот с каким-то таким вдумчиво это сделать. Но в итоге вот Сергей фактически сам активизировал белого короля. Ну, здесь, конечно, найти тончайшую профилактику короля f8, после чего, видимо, черные спасались. Но это было чрезвычайно сложно. Но давайте вот я просто показываю вариант, который в анализе раскопал ладья f3. То есть, у белых две лишние пешки в ладейном окончании, но позиция ничейна. Потому что черные фигуры буквально доминируют. И ничего, прогресса какого-то белым добиться здесь невозможно. Одну из пешек они обязательно потеряют. И будет ничья. Но ход короля f8 не смог Сергей найти. Сыграл слон e7. Ну и партия покатилась в том направлении, что, ну, в общем-то, я уже в прямом эфире начал уже в какой-то степени отпевать Сергея Корякина в этой партии. В общем, готовится к самому худшему. Такой похоронный марш звучал у меня в эфире. Ладья e6 очень точный ход. Сначала ладью пропускаем вперед. И потом лошадка идет либо на h6, либо на e5. Ну и потом, самое главное, пешка идет вперед. И поэтому здесь Сергей решил, что с фигурой надо расставаться, а белые пешки уничтожать. И, в принципе, был близок он к этому. Давайте посмотрим. Король g7 единственный ход. Взяли-взяли. Ну, честно говоря, и после ладья e8 я здесь четкого спасения не нашел. Там, в общем-то, я в эфире говорил, что здесь после конца 6 ладья h1. Близко все к спасению. На самом деле, в глубоком анализе и здесь тоже есть проблемы у черных. Не буду отвлекаться. Конь c6 тоже здравый ход. Король бьет f5. В общем, опять-таки, был ход довольно спорный. Но здесь, может быть, вообще уже все проиграно. Давайте смотреть. Многие здесь говорили и во время прямого эфира и потом, что белым, конечно же, надо было сразу спустить ладью на e1. Ну, ход достаточно здравый. Не даем черной ладье спуститься на h1. Ну, а пешка на b3, конечно же, неприкосновенна, потому что белый конь вот здесь ставит эту вилку. На самом деле, конь опять, ну, ход, может быть, с идейной точки зрения не самый точный. Все-таки, конь на краю доски оказывается. Но пешка-то он защищает. Выигрыш здесь не упущен, могу сказать. Ладья h1. И вот важнейший, самый важный момент в партии, потому что здесь Магнус имел следующий выигрыш. Необходимо было срочно отбросить черного короля и сделать так, чтобы белый король сам пошел бы вперед. Ну, на телевидении я привел вариант после король e6, и ладья спускается на второй ряд. Ну, здесь могу сказать про вариант король e5. Ну, вот король на g4 очень важно идет и смотрит за этой пешкой, чтобы она никуда не проскочила. Ну, и вот, например, если сыграть h2, ладья h7, ладья 1. И, ну, сами понимаете, что брать на a5 не получается, потому что следует шаг по пятому ряду. Вот. Ну, после король e6 есть один важный вариант, который, наверное, стоит показать. Король h4. И вот здесь, если черные играют h2, кстати, издалека можно подумать, что здесь ладья сейчас куда-то отпрыгнет у черных. И будет ничья. Но, на самом деле, белые делают точнейший ход ладья a2. И выясняется, что ладья не может напасть на коня. Но потом белый король просто спускается вниз, как по эскалатору, да, и съедает пешку на h2. В общем, дело плохо, дорогие друзья. И здесь во всех вариантах получается просто ситуация, когда пешка b3 против пешки b4. Но контр-игра черных не позволяет эту пешку на b3 уничтожить. В общем, короче говоря, ход ладья f7 побеждал. Но последовала торопливая ладья b7. Ну, почему я говорю еще торопливая? Потому что у Магнуса в этот момент было в районе 9 минут на часах. А у Сергея Корякина было около 2. Ну, подумай, Магнус. Ну, немножечко подумай. Как-то напрягись, соберись. Но он так решил, что уже дело в шляпе и зернул ход ладья 1. Ну, тут есть какая тонкость. Если сразу сыграть h3, то после короля h4, ладья 1, есть ход ладья b5. Ну, и, собственно, пешка на h3 погибает. То есть, белые сначала уничтожают именно ее, и потом уже забирают пешку b4. Но оказалось, что черные переставляют свои действия. Сначала нападают на коня, и неожиданно выясняется, что вот эту пешку-то скушать не успевают. Белые, а она хочет отправиться вперед. Ну, ясно, что любые ладейные окончания, ну, особенно если зевать ладью. Ну, там есть варианты, где можно, конечно, в ладейные окончания перейти. Например, вот здесь, да, взять на h4, взяли на a5, ну, в этом случае черный король быстро приближается к проходной и ее уничтожает. Ну, последовало конь c4, h3, и здесь выяснилось, что кратконогий конь просто не успевает бороться с этой пешкой. Король g3, и здесь очень важный момент. Издалека можно было подумать, что ходом конь e3 можно каким-то образом бороться здесь, но после хода ладья a5 здесь белые даже стоят уже на проигрыш. В общем, выяснилось, что здесь белые ничего не могут противопоставить движению пешки. Последовало повторение ходов, и здесь соперники согласились на ничью. Ну, визуально было там заметно, насколько убит горем Магнус Калсен. Ну, Сергей действовал достаточно хладнокровно, так, внешне, во всяком случае, ничем не выражал свои чувства. Но, понятное дело, что это было для него буквально волшебное спасение. Он сам после партии сказал в интервью, что, ну, мне надо играть посильнее, потому что в следующий раз Магнус меня не простит. Итак, дорогие друзья, в этом матче счет полтора на полтора. Борьба продолжается. Сергею Корякину надо, в общем-то, действительно что-то делать, в том числе и в дебюте, потому что вечно играть вот эти худшие окончания и вечно спасаться невозможно. Я думаю, сколько ниточки не виться, а кончик-то найдется. Так что смотрим, болеем дальше. До новой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok